На 32-м километре Тюменского тракта, на тамошней развязке, в половине второго часа пополудней приключилась драма «Солярис», почти по Тарковскому и Лему. 65-летний пилот серебристого Hyundai Solaris не справился ни с дорогой, ни с рулем, и его болид влетел в правый отбойник, отскочил от него, вонзился в левый отбойник и встал как врытый. Со стороны это напоминало, будто Solaris мечется от борта к борту, как драный кот в проруби. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, допустил наезд на препятствия дорожного ограждения, в результате чего пострадало два человека. Один из них ребенок, 10-летний. Данные граждане доставлены в Белоярскую центральную больницу для оказания медицинской помощи. Позже 10-летняя девочка для излечения была госпитализирована в Екатеринбург, в 9-ю детскую больницу, потому что врачи надиагностировали ей тяжкую травму. Линейный перелом лобной кости справа с переходом на висок. Очевидно, при резких боковых движениях девчушка головой ударила ося металлические элементы бокового окна и, несмотря на то, что была пристегнута, все же сильно травмировала голову. И каникулы для нее продолжатся на койком месте. Помимо девочки в этом межотбойном замесе на ровном месте, ушибла грудь 60-летняя женщина. Ее тоже увезли в больницу. А ведь она тоже была обременена. Да, не от всякого столкновения ремень спасает. Но люди не погибли, значит все-таки польза от ремня огромна. И не только в сфере воспитания.